Здравствуйте! Сегодня я хочу приготовить рапаны, но прежде чем их приготовить, я их хочу почистить, в общем, вынуть оттуда все содержимое и попробовать, стоит ли их вообще-то готовить. Значит, рапанов, видите, у меня достаточно много. Я возьму только три, а все остальное, конечно, я верну обратно в море. Значит, для того, чтобы приготовить рапаны, их нужно очистить. Значит, я выкладываю в кастрюльку, кастрюльку вот так вот, возьму три штуки, они довольно большие. Так, самые большие я возьму, самые большие, где-то, наверное, побольше. Кастрюльечку и заливаю кипятком. Бедные рапанчики, ну что поделаешь? Что-то не выполнят. У меня ноги задрожали, не пугайте меня, пожалуйста. Так, и вот в кипятке они должны постоять точно так же, как ими. Все, конец рапанам. Конец, пришел конец, пришел конец этим бедным рапанам. Ну, что сделать, такова их судьба. Попали они в такие руки, такой негодяйки, как я. Так, ну что, полторы минуты хотя бы должны побыть в этой воде. Я вам скажу, я нашла такое, как говорят, рыбное место. Вот идешь там рапанов, просто, ну, я не знаю, ну, прийти невозможно. Я никому не скажу, кстати, где это. И эти рапаны, вот наступаешь ногой, кажется, там такой громаднейший рапан, ой, рапан, они, оказывается, так вот, друг на дружке лежат, вот, вообще, клубчуются, клубчуются. Вот, и поэтому я вам скажу, что, покуда я там нырну, покуда я до берега дотяну, то, то что? То ничего, в общем, давайте одного рапана я уже… Ну, прошло, наверное, полминуты, да, ну, попробую я, достану я, извлеку содержимое. Так, можно взять ложечкой, вот так вот, горячий рапан, жуткое дело, и извлечь его ложечкой, да, мало я подержала. Лучше я тогда возьму вилочкой. Ой. Давай, надо подождать. Эту штуку нужно снять, это, как такое, я бы сказала, защитное, да. Надо подержать такие все-таки минуты три, но и тоже не передержать, потому что если я… Да, он еще живой, вот я варвар, пусть еще побудет, он еще живой, Миния сразу раскрывается, раскрывается, тут там все содержимое вынимаешь, уже можно пробовать. А тут, видите, жить хочется жить. Такая вот нехорошая женщина вмешалась в судьбу этих бедных рапанчиков. Но я хочу сделать видео, я хочу все-таки их, ну, очистить как-то, и посмотреть, что там внутри. Вот я эту работу делаю впервые. В интернете пишут, что полторы минуты мало, три минуты. Но я боюсь, что если я подержу их более двух минут, то они станут такими жесткими, что никто не будет их кушать. Потому что на вкус, говорят, они как кальмары. А кальмары передерживать в кипятке нельзя, потому что если кальмары переварить, то от них останется... В общем, да, вот подошла, да. Ну, давайте я возьму еще раз этот рапанчик. А, горячий, не то слово. Так, теперь я вилкой зацепила. О, боже, элементарно! Так быстро, я даже не ожидала, ой, возьму тарелку. Такое дело, сейчас я возьму тарелочку. Опа, смотрите, какая красота. Что с ним делать теперь? Я сейчас буду его очищать. Достанем следующие рапаны. Так, бедные рапанчики. Боже мой, как же я вас обидела. Так, достану я еще одного рапанчика. И что я сделаю? Я сейчас... Ой, какой горячий. Это горячий кипяток просто. Ай, просто кипяток. Ну что, приходится варварски... Так, эту пленку я снимаю. Такой защитной. Я знаю, что это. Смотрите, ой, элементарно оказывается. Значит, подержите, подержите хотя бы полторы минуты. Хотя бы полторы минуты нужно, конечно, подержать. Не то, что так, залил кипятком, и на этом все. Остановка. Нет, надо немножечко подержать. Обязательно так. И третий рапан... А! А ракушки куда? Ракушки пойдут уже... Я уже их выбрасывать не буду. Эти ракушки пойдут для декора. Обязательно. О, сейчас я ухвачусь. Так. Эту пленочку нужно убрать. Я хочу попробовать извлечь его все-таки ложечкой. Можно извлечь или нельзя? Только вот этим... Можно. Ну да, наверное, и можно. Потому что... Ой, можно. Очень легко. Значит так. Извлекать нужно через полторы-две минуты. Теперь идет же дальше процесс. Как не лучше поставить, чтобы все увидели. Теперь нужно вот эту, видите, ой, какая красота. Это... Значит, вот это... Такое... Наверное, это кишечник. Его нужно убрать. Все это я уберу. А вот это мясо я оставляю. Это бяка. Это мы не будем кушать. Вот это все я убираю. В тенечке, посмотрите, посмотрите на свечу. Я же не знаю, куда поставить. Я же хочу как лучше, а получается все как всегда. Так. В тенечке. Видите, вот это все нужно убрать. Это все бяка. Она убирается. А это мясо, я так понимаю. И мясо мы сейчас будем пробовать. Вот видите, какая красивая ракушка. Вот она такая красивая, прекрасная ракушка. Вот это все убирается. Я так понимаю, что это кишечник там. Это все нужно выбрасывать. Я это выбрасываю, естественно. А это... Значит, что можно из них сделать? Если говорят, что это как кальмары, значит их можно... Я, наверное, думаю, что больше их не нужно варить. Но есть рецепт, что их приготовить можно чем? Со сметаной. Обжарить со сметаной. Так, мясо, я скажу вам, жесткое такое. Вот такое не очень-то нежное мясо. Какое же оно на вкус. Посолить или не посолить, вот черт его знает. Как его попробовать? В общем, я попробую. Первый раз, не знаю как. Мидии я очень люблю. Но это... Мясо жесткое. Мясо жесткое. Нет. Я такое готовить не буду. Нет. Но мне не по... Даже немножко сладит. А можно я дам оператору? Можно. Давай, попробуй, скажи ты. Горячее? Нет, нет, уже не горячее. Оно уже холодненькое, такое прохладное, тепленькое. Что, можно кушать или нет? Ну, на любителя такое. На любителя такое. На любителя. Да, сладковатое. Но я готовить не буду. Не в сметане. Так что выпускаем стопроцентно, да? Да, я выпускаю стопроцентно. Я вам показала, как их чистить, потому что я тоже не знала. Чем их заправить? Пусть напишут. Ну, что сделать? Ну, если кто-то знает, пусть напишут. Нет. Ну, я не знаю. Я жалко текропану, что я так это перевела. Вот. Ну, мне эти понравились. Если это даже деликатес, говорят, то мне это, ну, такая я. Не понравились. Я не советую. Ну, попробуйте одну штуку там. Уже не будем портить эти текропанчики. Ну, хотят, кто захочет, напишите, да. Кстати, я хочу сказать вот о комментариях. Часто вы говорите, повторяют одно и то же, одно и то же, и те же самые видео. Но комментарии практически вы пишете, больше всего даже не мне. А если вы их читаете, то там задают люди очень-очень много вопросов. И у меня зачастую идут видео-советы. Но это видео-советы от меня. И я откуда беру эти видео, откуда я их вообще, где их нахожу. У меня спрашивают. Вот вы посмотрите, когда вы не просто пишите комментарии, посмотрите, что люди спрашивают. И мы друг другу просто помогаем. Я как бы, знаете, то такое промежуточное звено. Вот пишут ко мне, Оля Павловна, дайте совет. Вот такие, ну, вопросы. Люди просто кричат о помощи, да. Ну, что я могу там, допустим, я что-то могу посоветовать. А есть такие варианты. Ну, одну секунду, просто я скажу, что комментарии нужны. Порой не мне, а комментарии нужны даже людям, которые пишут мне и спрашивают. Вот я, допустим, спрашиваю, как эти кальмары, не кальмары, как мне, рапаны приготовить, да. Ну, ладно, так это мелочи жизни. А когда у людей какое-то случается такое, ну, даже горе какое-то, да. И трагедия, и просто беспомощная. И ты не знаешь, кому обратиться, кому пойти. Вот они пишут, а вот находят Ольгу Павловну, находят еще кого-то. Вот они задают мне вопрос. Но я могу дать один вопрос. А бывает даже, что я вообще ни одного. Я не знаю, как ответить. Но вы так изредка читаете эти комментарии, и друг другу нужно помогать. Вот это Ютуб, я говорю, большая-большая коммунальная квартира, где соседи друг друга знают, и одна соседка всех обгадит, а все-таки все соседи помогут, если у кого-то случится какое-то несчастье. Вот так мы друг друга будем поддерживать. В общем, это такое маленькое отступление. Я просто так вспомнила, как уже начали давить, давить. Все комментарии. Так вот, в отношении комментариев, не так они мне нужны, как они нужны друг другу. Нам всем нужны эти комментарии, и нам всем порой нужна такая квалифицированная помощь, которую мы не можем найти и не знаем, как поступить. Поэтому я вам всем желаю удачи. Не знаю, пробуйте, не пробуйте, но мне не понравились рапаны. Все, это мое мнение. Может, вы со мной не согласитесь, так и будет. Все, всего вам доброго. Спасибо, что все-таки были со мной, что все-таки зашли ко мне на канал.